Пользуются красками, опишут чувствами. Так говорят про художников. Сегодня в нашей студии координатор 9-го международного Кокелевского пленера, профессор Чувашского государственного университета Владимир Васильев. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день. Давайте телезрителям расскажем. Кокелевский пленер, что это за мероприятие и в каких числах проходить будет в этом году? Прежде всего, что такое Кокелевский пленер. Кокелевский пленер над нами задуман как увековечение памяти выдающегося художника, основоположника Чувашского профессионального изобразительного искусства, стоял, который и у русского авангарда и многое-многое другое, Алексея Фанасьевича Кокеля. Во-вторых, нам бы хотелось через Кокелевский пленер показать красоту Чувашской земли, доброту древнего Чувашского народа, его культуру, его менталитет. Ведь нам хотелось показать, как на такой маленькой территории дружно, сплоченно живут разные представители разных народов. Татары, мордва, русские, украинцы и многие-многие другие. И ведь у нас, как говорят, еще не возникало вот этих проблем. Нам бы хотелось поэтому вот это показать, как территорию дружбы, межнационального согласия и, я бы сказал, даже межконфессионального согласия. Почему? Потому что в наших пленерах, как правило, это и многоконфессиональный. Например, в этом пленере у нас принимает участие двух конфессий – ислама и православия. И, во-вторых, нам бы хотелось показать всему миру, я не преувеличиваю всему миру, что есть такой прекрасный край, уголок земли, в котором живут, как я уже говорил, прекрасный народ. Почему всему миру? Потому что художники, которые работают здесь, потом забирают с собой различные много этюдов, создают в день, они пишут где-то по четыре этюда даже пишут, и за пленер накапливается у них очень солидное количество. Вообще, в общем, более ста этюдов создают, допустим, на одном пленере. И потом они пишут в своих мастерских, и потом уже они размножаются через выставки, которые они проводят в Китае, в Германии, во Франции, в Италии, в Испании. И поэтому, надо сказать, те пейзажи, те люди, портреты из Тархана, они сегодня являются украшением многих музеев мира. И я бы сказал, хочу подчеркнуть, частные коллекции. Почему? Потому что, я думаю, что красота чувашской девушки, красота чувашского парня, она красота чувашской земли, она не оставляет никого равнодушным, даже тот же боевой петух, да, изображенный золотистым цветом, да. Встречаются ведь представители самых разных художественных школ Петербурга, Харькова, Минска, Чуваши, Казани, Мордовии, Башкирии и много-много других школ. И поэтому, конечно, здесь, когда они встречаются, представители, для них это является такой прекрасной творческой лабораторией. И поэтому к нам очень много стремятся. Я вам скажу по секрету, у нас в три раза превышает число заявок на... Так что, конкурс такой своеобразный, на одно место три человека. Вот вы в одном из интервью говорили, я зачитаю, что уже восемь лет, но это в прошлом году было проводимый Международный культурный проект российских и украинских художников, словно величавая радуга дружбы соединяет своей чарующей палитре Чувашию, Харьков, Россию, Украину. В этом году все по-прежнему? В этом году эта чарующая палитра радуги дружбы, она расцветет другими цветами, она насытится другими цветами, хотя радуга не может, там она из семи цветов состоит, да, но опорой этой радуги будет сегодня не только Тарханы и Чугоев, а сегодня опорой ее опорой будут множество других регионов. Например, в нашем, в России сегодня к нам прибавится, впервые к нам приедут Башкортостан, из республики Башкортостан приедут, и я хочу еще добавить, что вот я с третьего пленера мечтал, что к нам приедут из Белоруссии, но по разным причинам получилось, что к нам не сумели мы, к нам не сумели приехать художники из Белоруссии, но в этом году к нам приезжает замечательный художник Белоруссии Владимир Чернышов. Ну, еще что примечательно, наша слава, наша пленера дошла и до Китая, и к нам приехала художница из Китая, правда, она русского происхождения, русская художница, которая живет и работает, это Александра Суспицына. Так что у нас палитра расцветает, регионы расширяются, да. Если мы было по итогам восьми пленеров, у нас было 93 художника русских и зарубежных, то сейчас у нас уже прибавится к ним еще 14, так что это нетрудно подсчитать, это будет 117. То есть, несмотря на политическую обстановку, да, все равно мы ждем из других стран художников? Оля, очень вы хороший вопрос задали. Вот как раз продолжает работать в Уфе саммит Шосс Брикс. Ну, я так шутя говорю, что у нас вот такой этот же саммит, только в другом варианте происходит и у нас, в Тарханах. Мне говорят, Владимир Александрович, не преувеличивайте. Я не преувеличиваю. Если там собрались политики высокого уровня, то у нас собрались художники высокого уровня из самых разных регионов. И цель, я считаю, и там, и здесь одна – сохранить мир на нашей планете. Я начинаю верить, что культура, она является сегодня одним из тех мощных инструментов, которые действительно способны сыграть, может быть, даже большую роль, чем политика. Ну, наверное, не зря говорят, красота спасет мир. Вы знаете, я хочу вас поддержать. Я любил эту фразу повторять, но когда вот не случилась беда на Украине, я начал понимать, что это именно так. И подтверждением вот этой фразы становится наш пленер. Еще тоже в одном интервью вы сказали, тоже зачитаю, пленер имеет большое значение для выявления молодых талантов в сельской местности. Это одна из ярких его особенностей. А вот это за как? А это очень даже просто. Потому что, ну что, мы должны понимать, что будущее принадлежит молодым. Я своим студентам открыто говорю, первокурсникам, вы – будущее России. Некоторые не совсем понимают, но потом я объясняю, они действительно понимают, каким будут через 4, 5, 10, 15 лет наше сегодняшнее молодое поколение, таким оно и будет. И если мы сумеем молодому поколению нашим, которым сегодня, может, пусть 5 лет даже будет, почему? Потому что к нам участниками пленера являются и 5-летни, потому что мы даем мастер-классы. И если мы их приобщим к культуре, то я думаю, что тогда будущее будет действительно прекрасно. Через эти мастер-классы мы даем не только для тархановских сельских ребятишек, но и из Батерской школы искусств. И вы представляете, детвору, который к нам приходит в 11 часов ночи, приходит у нас, бывает, наше пристанище художников. И здесь, я думаю, как раз приобщая к культуре, культуре чувашского народа, культуре других народов, мы говорим, смотрите, какая красота эта российская культура. Вот про Алексея Кокеля пишут обычно, что его мечтой было, чтобы его родина стала центром развития искусства. Как думаете, все-таки мечта сбывается? Сбывается, Оля, я хочу сказать еще другое. Вот говорят, плюс и у всех левитан, а я хочу, чтобы, сказали, тарханы и художники из разных уголков России, других стран, засобирали свои тюдники и написали на мой электронный адрес, хотим приехать на Кокельский пленер, на родину Кокеля, в Чувашию. И я бы хотел сказать, что вот этот пленер, вообще Кокельский проект получил новое дыхание с прошлого пленера. Почему с прошлого? Потому что у нас побывал глава республики Михаил Васильевич Игнатьев, и мы впервые получили финансовую поддержку. Вы можете представить, восемь пленеров вытащить на энтузиазме тархановцев, самих тархановцев. Нас ни копейки никто не спонсировал, государство не спонсировало, спонсировали некоторые меценаты. И здесь вот, когда Михаил Васильевич приехал, вот это у нас, мы получили финансирование. И более того, у нас включили в программу наиболее таких важных, главных, стратегических проектов. Спасибо. О девятом международном Кокелевском пленере мы говорили с его координатором Владимиром Васильевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова